Приветствую подписчиков и зрителей моего канала, с вами снова Михаил Фокс. В этом видео вернемся к вопросу выбора тактической кобуры для пистолетов на классической платформе 1911 Government. Это платформа без возможности модульного обвеса на рамке пистолета. Расскажу о кобуре Safari Land 6004, модификация 53 Colt, на которой я и мои друзья остановили свой взор и в итоге приобрели. Кто-то прикупил оригинальный, а кто-то Airsoft версию. Обе они у меня сегодня на столе, ну что ж, начнем. Маленькая ремарка. Если интересует достаточно бюджетная, удобная и оригинальная кобура под 1911 с модульным светом, то посмотрите обзор, выложенный ранее на мой канал, про кобуру от фирмы Fobus. Ссылку в описании на нее я оставлю. Ну и почему же наш выбор остановился на кобуре Safari Land? Одна из причин, конечно же, для нас, как для страйкболистов темной стороны, это культовость данной вещи. Она активно использовалась и используется в ВС США, часто мелькает на фото как обычных подразделений, так и в спецуре. И отсюда вытекает еще пару причин остановить свой выбор. Это надежность и удобность, которым не без причины доверились реальные вонослужащие. Не то, что мы страйкболисты. Все основные детали конструкции изготовлены из запатентованного пластика Safari Laminate. Ну, он слегка напоминает обычный Kydex, который отформован горячим методом. Внешняя сторона мелко текстурирована, это убивает все демаскирующие блики с поверхности. И в случае нанесения камок краски, частенько на фотографиях эти кобуры красят в тот или иной камуфляж, получается более стойкий слой. Еще интересный момент. Форма кобуры такая, что внутри прицельных приспособлений не трутся об ее поверхности. И паразитных, заполированных от этого мест граней на прицельных приспособлениях не появляется. С защитой прицельных приспособлений и копией все в порядке. Единственное, пластик здесь уже обычный АБС, отчего на моей памяти были случаи трещин на корпусе. Это бывает при перепаде температур и возможных непролитых воздушных полостей при литее у китайцев. Когда шарик, например, прилетает из привода в эту полость, или просто сам владелец в полу боя шарахается кобурой об что-нибудь твердое. Внутри идет вставка из материала, похожего на замшевую кожу. Она способствует как бережному хранению вашего пистолета, так и надежному удержанию при открытом замке. В реплике которой у меня такой вставки нет, но в продаже я видел так называемый делюкс копии, в которых она присутствует. Но за ее износа стойкости, качество проклейки ничего сказать не могу, ибо не пользовался. В оригинале же с этим полный порядок, она досталась владельцу БУ, но и сейчас после, считайте, вторых рук использования это замшебодрячком. А тут же еще из-за отсутствия внутренней вставки и, соответственно, более глубокой посадки пистолета в кобуре появляется еще одно отличие. Это невозможность в оригинале и в случае с репликой, соответственно, возможность закрывать страхующую петлю замок поверх невзведенного курка. В оригинале на этой петле есть выступ, который препятствует закрытию, если курок невзведен. Сама петля-замок сделана из прорезиненного и гибкого материала, похож на элострон, который часто используется на рукоятках наших ножей. Замок-фиксатор нажимного действия удобен и, как время показало, надежен. При изготовке для извлечения пистолета из кобуры большой палец уже сам попадает на кнопку-фиксатор и открытие происходит уже на уровне чуть ли не рефлексов и интуитивно. На Airsoft Copy, который у меня, есть также еще дополнительный предохранитель основного замка. Также в целом удобно включаемый большим пальцем. Сам замок на копии работает с небольшими затыками. При нажатии чувствуется, что где-то там внутри не очень хорошо подогнаны грани. Но с работой своей вполне справляется. Возможно, после напилинга и смазки этот небольшой бак устранится. Перейдем к набедренной базе. Сделано все из того же Safari ламината в оригинале и ABS пластика на копии. Но на копии база здесь у меня не родная и внимания на ней я заострять не буду. С копией шла более интересная вещь. Это поясное крепление, которое, кстати, в качестве Zip'а запросто ставится на оригинальную. Да и твердость на первый взгляд ее внушает доверие. Китайские пираты-контрафакщики и тут, в своем репертуаре, с любовью перенесли и скопировали оригинальные маркировки. У меня даже сомнение сначала закралось, а вдруг крепеж оригинальный. Но вернемся к оригинальной базе, а не копии. Внутри у нас также клейма бренда, различные патенты. На самой кобуре снизу, если исхитриться, тоже можно найти данные по модели. Также тут еще есть крепление под шестигранный ключ, которым подтягиваются винты крепления в этой системе. Это такие, как основной крепеж кобуры к базе, винт стяжки и настройки фиксации пистолета в кобуре, винты фиксации новых подсумков, под которые на базе есть отверстия, ну и, наконец, винты адаптера под установку на MOLA интерфейсах. К сожалению, оригинальный ключ сейчас утерян, но проблемы поставить замену нет. Тут стандартный 15-й торкс. Покупаете Г-образный ключ такой шестигранный и ставите, никаких проблем не возникнет. Теперь поговорим за подвесную систему и ремни фиксации на ноге. По качеству и функционалу, без вопросов, конечно же, лучший оригинал. Подвес жестче, ремни с качественной фурнитурой, с силиконовыми полосками антискользяшками для надежды фиксации на ноге, на резиновых элементах, ну и удобными велкрохлястиками для крепления излишков всех этих ремней после подгонки на владельца. По итогу получаем почти монолитную фиксацию на ноге и удобное благодаря продуманному комплексу извлечения вашего пистолета. Думаю, пора подвести итог. Что в оригинальном исполнении, что в некоторых качественных Airsoft репликах, данная система весьма удобна и функциональна. Позволяет как защитить ваш пистолет, так и при желании разместить на свою базу дополнительный обвес. Ножи, обычные фонари, подсумки под доп. снаряжение и магазины. Ну и для строкболиста и темной стороны прибавит плюс 100-500 к трушности и тактикульности. Как ни крути, все же must have. Естественно, если позволяют финансы, без вопросов берите оригинал. Возможно, в следующем видео я расскажу о варианте кабур от Blackhawk, но это будет позже. И дабы не затягивать данное видео, пора, я думаю, нам прощаться. Что ж, вроде это все, что хотел сказать и показать. Если остались какие-либо вопросы, задавайте в комментариях под видео. Там же я приведу все полезные ссылки. Не забывайте подписываться на канал и недавно открытую группу ВКонтакте. Если видео было полезно и интересно, ставим большие пальцы вверх. Ну и теперь вот точно. Пока-пока.